Ну что, друзья, всем привет! Доброе утро! Даже можно сказать день. Я уже тут успела и попропылесосить, полы протереть, позавтракать. Вот машинка уже постиралась. Пойду сейчас её вывешивать. Вот. В общем, у меня на сегодня были, знаете, какие планы? Поехать на шопинг. В Неваду давно не ездила, в Гранаду. Вот. Но не себе, а мужу там надо, чтобы было прикупить там нижнее бельё и всё такое. И тут мне в субботу, по-моему, подруга пишет уже вечером, что типа приезжай на это, на дачу к нам, сделаем манты. Вот. Ну и там по закуске привезём, поэтому я вчера закуску делала. Привет! Привет! Привет, моя ляпа! Привет, моя шляткая рыбка! Сейчас пойдём гулять, да. Вот. Димой я с ляткой такой. И, в общем, думаю, шопинг-то никуда не убежит. Вот. В Неваду можно съездить куда-хоть когда, хоть куда. Да. Поеду тогда к подружке съезжу. Давно не встречались. Вот. И, в общем, едем на дачу. Ну, сначала, естественно, нужно с Чарли погулять, в парк какой-нибудь сходить. Но у нас опять жара такая, прям сильная. Вот пока полы мыло, вся обтекла. Там. С утра в 9 часов было уже 30 градусов на улице. Трындец капец. Ну, жизнь продолжается. Я жару вообще замечательно переношу. По мне лучше жара, чем холод. Честное слово. Единственное, что вот я потею сильно. Но ничего страшного, пошел в душ. А я вчера приехали такие, когда вот с дачи там от родственников. Быстрее в душ побежал. Муж опять в душ? Я говорю, да. И потом еще в душ пойду. Прям вот так холодным польюсь и все. Вот. Ладно. Пошла я машинку вешать. Ну, не машинку, а то, что в машинке находится. И погуляю с Чарли. Потом, может быть, заеду в Меркадону, куплю арбузико тоже на дачу туда. Или что-нибудь к чаю сладенького. В общем, не знаю. Поживем, увидим. Надо подумать. Я об этом вот все утро думаю, и ничего мне на ум не приходит. Можно было бы что-то испечь. Но вчера особого желания что-то печь вообще не было. Потому что пока мы туда ходили, сюда сходили, мы еще на даче не 5 же минут сидели, правильно? Вот. Так что, буду думать. Мы же чай-то все время пьем. Пускай сейчас, может быть, некоторые со льдом, но пьем. Мы пришли сегодня в другой парк. Вот в этот. Он находится на том же расстоянии, в принципе, что и в который я всегда хожу. Но здесь, знаете, какая проблема? Здесь огромных собак всегда приводят. И, в общем, как бы страшно, да, мою. Смотрите, какая трава огромная. Чарли и огромные собаки, короче. Не очень хорошая смесь, и поэтому я сюда редко похожу. Даже вот там вот вижу мужик пришел с тремя огромными собаками. Конечно, там некоторые, они не кусаются, там они ничего не делают. Но это собаки, и никогда не угадаешь, что у них в голове. Стригут газоны. Так пахнет вкусно. Свежескошенной травой. Кому нравится такой вкус? Смотрите. Прям хоть собирая и это. И суши, как помню, в детстве, блин. Косили. Мы потом собирали, сушили, переворачивали. Ой, сколько с этим было работы. Ой, так что буду... Ой, прям, знаете, даже когда кукурузу скосят, тоже так же пахнет. Конечно, грязь здесь страшная. Такой район не очень благоприятный, цыганский. Чарли, ай-но? Аки? Поэтому здесь всегда цыгане собираются вечером. Чарли, вы им, да? Собираются цыгане, и вот они тут гадят. Чуть укусает вкусную, да. Вкусную чуть укусает. Ням-ням. Весь зеленый от травы. Весь зеленый от травы. И снится нам. Не рокот. Все, скусу. Покусу. Того больше? Си? Кому тава? Бунисимо. Вердам и нинь-ням. Смотри, какая красота. Мне вот нравится вот этот натюрморт. Смотри, что, стой. Не, я не... Оказывается, представляете, надо все самим делать. Я все это... Нет. Надо мясо рубить. Таня, что это такое? Мясо. Я думала, ты уже привезешь рубленное. А завернуть не привезти? Конечно, завернутое. Все рубленное, все как надо. Тут еще и самим надо все это рубить. Не царское это дело. Вам на все готово? Может, вам еще пожевать, а вам сглопить? Не-не-не-не. Это я уже не люблю такие процессы. Ну, смотри, завернуть хотели. Это я уже сама. На, я тебе уже допинг дала. А я что, тогда я буду картошку чистить, да? Мясо рубай. Мясо не люблю рубать. Куда деваться? Говорю мясорубу. Я мясоруба. У меня гаджеты есть на все это. У меня тоже. Слушай, мы столько с тобой не виделись, а? И ты сразу вот началась с мясорубкой. Монты не такие вкусные. Не мясорубка, а вот этот робот. Знаешь, как рубит мясо классно? Прям вот кусочки вот такие классные. Нам было привезти. Иди вези. Привези. Смотрите, как мы оперативно все порезали. Все вместе. Теперь Таня у нас тут хозяинчик. Таня у нас бизнесвумен. Я не вумен. А кто? Мэн? Я многодетная мама. И что? Толку-то? Ты же работаешь, ты же продаешь продукцию. Как ты толку-то? Мы сейчас не про твою многодетность разговариваем. Мы сейчас разговариваем про твою работоспособность. А я очень работоспособность. Вот про что я и говорю. Русские женщины очень даже работоспособны. Мне, мне, мне. Вот так вот она. Вот так. Если честно, я уже не помню, когда я манты ела. Я вообще ела. Я сметану привезла, кстати. Ну ладно. А я кетчуп забыла. Блин. У меня есть кетчуп. Я говорю, пельмени же. Пельмени. Надо есть пельмени. Что есть? С уксусом. А, я не люблю с уксусом. Я люблю со сметаной. Я люблю с чесночком. Бульончик. Какие все извращенцы. А вообще я с йогуртом греба хомячу. Ну, тут потому что тип сметана. А мне, я не люблю тип сметаны. Я люблю сметану. Которую ты купила кислую. Нет. Ту я уже сделала. Ту я уже. Вкусная? Ой, блин, обалденная. Я тоже соксусом не люблю. Ой, есть. Я обалденная. Соксус фотографирую, фоткуй. А я, кстати, привезла вот это. Вот я баклажаны привезла с сметаной. Вот, достань, попробую. Чего? Ну, достань. А, сейчас достану. Ты не знаешь, где. Сейчас достану. Это мой первый мант. Ты что? И я даже с первого раза запомнила, как его слепить. Это же надо запечатлеть. Да, я проверю. О, блин. Тут у меня же еще школу набрали. А вот здесь надо крепче. Иначе оно при варке, оно все размандякается. И вот здесь поселение. И тут у меня не прошел. Прошел. Не прошел. Это же первое всего. Первое. Но не прошел. Так, повторяем. Повторение мать учения. Да. Сейчас будем тебя... Вот так вот мы и делаем все. В полевых условиях. Нифига себе полевые. А то нет какие, смотрите, подзвуки... А мой дом полем обозывал, представляешь? Цикаты. Ой, всем такое бы поле. Там вдали море. Вообще шикардос. Ну, вот так поляну накрываем. Смотрите, здесь у нас зразы. А нет, котлета по киевски та не делает. У меня уже слюни текут. Здесь какой-то салат тоже вот с перцем. Ну, это мои баклажаны. Это обычный салат наделали с огурцами и помидорами. Вот так что мы сейчас будем лопать. Нам осталось. Сейчас я вам покажу. Время я засекала. Так, было у нас 36, 43 минуты осталось. И будем предвкушить. Манты я вообще, по-моему, не помню, ел я их, не ела. Пельмени, они и в Африке пельмени, правильно? Что ты ее пельмени ешь? Это манты! Опять пельмени, да? Пельмени, соуса, 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 чашку, кофею, я депутат. Ты что тарелки не расставишь? Зачем их расставлять? Чтоб мухи на них садились. Пусть попошире будет. Смотрите, какая красота! Неописуемая! Всем приятного аппетита! Время пить чай. Вот это вот я понимаю. Кружка, так кружка. Все знают мою кружку с кем-то. А, с Винни-Пухом. А на мою еще кружку моего мужа не знаю. Но это еще круче. Она ровно литровая. Так, не лезь. Я разговариваю про Волькины кружки. Не важно. Это, наверное, у тебя не кружка. У тебя, наверное, супомой набор. Это, супница. Супница. Нет. Смотрите, у нас тут Танькины торты. Торты, торты, торты. Где торты? Ага, ага, давайте сможешь. Давай, я тебя ослабила, не прикрыла сильно. Вот сочник ее. Я уже съела кусок. Потому что, знаете, здесь как в большой семье не щелкает. Она быстро... И она не щелкает, а тут же хомяча. Я все, боже, боже. Чай вкусно пахнет. Угу, угу. Да блин, куда-то воздух убирает. А что ты крышу снимаешь? Ой, как вкусно пахнет. Что я там, правда, снимаю? И я завлеклась. Очень вкусный чай. Ну все. А ты что там еще несешь? Давай, заставай. Так, что-то я потом вам расскажу. Я уже дома. Муж тут с Чарли гулял. Я с девчонками, представляете, там болтали, болтали. Муж взлет. Ты когда придешь, типа я уезжаю. Говорю, ну ладно, сейчас поеду домой. Ну где-то час еще, наверное, больше часа мы болтали с девчонками. Муж взлет. У меня другая смска. Говорит, ну ты где? Говорит, я с Чарли уже больше часа гуляю. Говорит, мне ехать надо. Я-то думала, он из дома ушел. И все, он, прикиньте, меня ждал. И говорит, дома случилась авария. Я думаю, какая авария? Он говорит, ваза с сухими цветами упала и разбилась на входе. Думаю, какая ваза у меня там цветов-то сроду не стояла. Оказывается, вот эта ваза. У меня тут ваза красивая стояла. С вот этими сухими цветами. А он ее распондорил, представляете? Так что придется новую вазу искать. А что теперь делать? Трындец капец. Пойду сейчас душ, наверное. Потому что, знаете, у нас как бы как прохладно, но очень-очень душно. Мы так душевненько посидели с девчонками. Семь часов. Вот что, как говорится, угар, Дульсия, угар. Дом, милый дом. И моя любимая собака, Тярли, да, сладкий мой. Иди буду целовать, иди гладить. Нет, не хочет. Он вот так на диване меня погладит. На диване меня погладит. Да, сладкий рыб. Такой сладкий рыб. Ой, заскучился, заскучился. Смотрите, какую кружку мне подарила подруга. Всем кружка, кружка. Это я вот моя любимая, которую я пью. Но это просто жесть. Вот какая кружка. Теперь у меня есть фаворит. Как заварю с утра чай. И на целый день хватит. Интересно, сколько здесь вместительность. Наверное, литровая. Посмотрите, какая моя маленькая такая кажется по сравнению с этой. Прикольно. Сейчас заварю себе чай. И буду пить чай. Только знаете, что? Туда вот этот заварничек никак-то не входит. Вот. Ну ничего. Войдет. У меня много есть других. У меня есть, например, вот такой. Кстати, такой и заварю сейчас. Просто завариваю я там только стерею. А заварю себе чай. Вот такой у меня есть. Яблоко, ибискус какой-то, лимон, апельсин. В общем, все на свете. Видите? Цитрикус. Эйко, эйко, био. Вот. И стевию. Не будет у меня... Разбавлю холодную воду, и будет у меня такой напиток. Нанесла себе вот такую маску. Здесь написано, что ее нужно смывать. Но она застывает, как бы, знаете, как пленка. И я, в общем, решила сейчас, как бы, как почистить кожу, что ли, знаете. Ой, смывать ее надо водой. Перепутала водой, нарисована. Но я ее решила снять, как вот пленку. Чтобы вроде бы, как это... Все мертвой кожи там содралась, еще что-то. Вообще, в принципе, снимается хорошо вот так вот. Просто в некоторых местах не особо высохла. И получилось вот такое вот, как ошметки какие-то. Но вообще маска неплохая. Это в Примор покупал ее. И главное, что она розовая. Вот так вот. Буду отдирать. Половина отодрала, а половина еще не высохла. Красота. Страшная сила. Поужинала арбузиком. Пью свою маленькую кружку чая. Она такая маленькая. На зиму вообще. Уличка, спасибо большое, если ты смотришь. Это теперь мой фаворит. Класс. Вот. Смонтировала уже почти. Комары сожрали. Вот принимать комаров столько. Ужас. Конечно, влажность ночью вчера была 80%. Я когда спать ложилась, представляете, 80%. Потом днем может подняться ветер, и влажность опустится до 30%. Но комары любят влажность. Поэтому вот они такие маленькие заразы. Кусать. Но потом, знаете, есть, наверное, несколько видов комаров. Потому что от одних у меня прям вот они укусили, почесалось немножко, и все. Все прошло. А другие кусают. У меня вот такие вот блямбы становятся. И вот как аллергия, что ли, или еще что-то. На полу руки, полу ноги. Помните, я вам часто показывала. И вот они чешутся, чешутся. Долго чешутся. Недели, наверное. Вот как-то так вот много этих комаров. Я у себя в комнате, в спальне, включаю вот этот вот аппарат, который от комаров. И без него я просто один раз одну ночь забыла, и меня всю сожрали. Во сне приснилось, что меня не кусают, представляете. Это был не сон, это была я. Но, блин, мне было лень вставать и включать. Поэтому я разрешила им эту ночь сжирать меня. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Не жизнь, а малина. Ну, кайф же, а. Я бы к нему сейчас тоже под бочок легла, потому что жарко. Хотя после душа уже нормально. Я даже... А, я сегодня дом-то не была, я говорю. Даже сегодня вентилятор не включила. Кстати, мы вот новый, который купили вентилятор. Знаете, сколько раз я его включала? Один, совсем один. Уже, думаю, пожалела пять раз, нахрен я его купила. Ну, раз купила, значит, так тому и быть. Значит, он мне еще пригодится. Надеюсь, что не этим летом. Вот. Так что все, у нас уже начинает темнеть. Я уже пойду отдыхать. У меня завтра рабочая неделя начинается. У всех уже началась вчера, у меня только завтра. Как-то понедельник прошел. Я раньше по понедельникам на шопинг ходила, по магазинам. А сейчас, я, по-моему, в прошлый раз не ходила. В общем, шопинг совсем. Знаете, сейчас такая пора наступила, что вроде бы летнюю одежду уже не надо покупать, а зимнюю еще рано. И то есть уже, что ходить-то, какой шопинг, ну, что ты купишь? Хоть это, трусы мужу надо пойти купить, прошвырнуться. Хоть трусы, говорю, купить. А так, я шопоголик. Хотя с этими опять это вирус дурацкий. Лишний раз не хочется. В общем, какой-то дурдом в этом году. Ну, на ромашке, как говорится. Ну, ладно. Скорее бы он уже прошел. Скорее бы все это уже наступило нормальная наша жизнь. Держим кулачки. Будьте здоровы. Берегите себя. Бдительны. Не поддавайтесь ни на какие провокации. Вот. Дружите с головой. И все у нас будет замечательно. Всего самого на лучший. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok